Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Весы. Гороскоп на март 2022 года, 2 марта новолуние в знаке Зодиака Рыбы, дом работы, новая работа, перемена по работе, улучшение на работе, также вопросы связаны со здоровьем. Но сам день 2 марта и 1 и 3 марта можете чувствовать себя не очень, поэтому в эти дни лучше поберечь себя, поменьше активности, но за этим нуликом может почувствовать себя как будто на нуле, но это дно, от которого нужно отталкиваться. Здоровье будет улучшаться со 2 по 18, но именно 2 вы можете чувствовать себя обессиленным. Сил вам придаст любовь уже в районе 6 марта, когда Венера и Марс в вашем доме любви, детей, радости жизни, праздников, отдыха. Если вы действительно чувствуете себя, что ну совсем на нуле, возьмите по возможности отпуски, отгулы в первую декаду марта, проводите время с любимыми людьми и с детьми. Если вы юный, молодой или вы полетный, фрилансер и вы не обременены ни детьми, ни семьей, ни какими-либо обязанностями, то это время идеально подходит для творческой самореализации. Конечно, вы можете творчески реализовывать себя и в семье. К примеру, ваш ребенок каким-то творчеством занимается, и вы рядом с ним тоже самое делаете. Спорт также, все это после 6 марта. Если чувствуете себя обесточенным, вам нужно побольше спорта. Если чувствуете себя обессиленным, вам нужно искать место силы и туда ехать в путешествие. Опять с кем ехать? Ну, либо свободно на какой-то вот, на плейнер, да, то есть когда художник сидит, сам рисует просто природу, либо ехать на природу с любимым, либо с детьми, либо с любимыми детьми и рисовать, и танцевать, и петь, и плясать. И вообще пятый дом — это праздник, поэтому какие-то праздники устраивать можете. Начнется все с физики, с физических каких-то явлений в вашей жизни, и будете переходить к духовности. 18 марта полнолуние в доме духа, духовности и уже душевного здоровья. То есть, возможно, вы обнаружите, что то, что произошло с вами в начале марта, либо в конце февраля, была психосоматика. Вы обнаружите такие проблемы, если они у вас имеются с психосоматикой, к 18 марта вы их решите, либо проясните, по крайней мере. То есть, если что-то неясное, вообще непонятное, вы просто знаете, ну, что-то это от нервов, а что конкретно, я не знаю. Вот все это прояснится к 18 марта. Если же вы уже 2 марта будете осознавать эту цепочку между психикой и физикой, психосоматика уже и уйдет у вас к 18 марта. Возможно, вы пройдете какой-то курс терапевтический, где будете лечиться буквально любовью. Может быть, кому-то нужно будет исцелить сердце, опять-таки, в прямом или в переносном смысле. Кто-то будет ходить по больничкам, может быть, с ребенком, к примеру, и заодно поймет себя. То есть, вы увидите, что и я этим болел, и мой ребенок этим болеет, и как бы вообще, может, родовую карму снимете по какой-то болезни. К 18 марта можете обнаружить, к примеру, ого, у нас все в семье этим болели, надо быстро как бы избавиться от этой проблемки. И вот с 18 марта и дальше, пока Луна будет убывать, очень хорошо убывать в какие-то места, где можно снять с себя все проблемы. Опять-таки, это место силы, да, где-то спустить негатив. Но еще важный момент, с 18 марта вам очень будет хорошо избавляться с помощью консультантов каких-то от проблем. То есть, к тому же родологу обратиться, к рунологу, и снять с себя, ну, вот буквально родовые проклятия, физические проблемы с физикой. Да, вот если особенно вы увидите, что болеют одним и тем же люди в роду, ну, это точно нужно снимать психосоматически. Соматически рекомендую здесь 3 декада марта. Очень хорошо для телесно ориентированной психотерапии. Вот, пожалуй, это идеально. Также, конечно, для обращения к знахаркам, к ведуньям. Вообще любая консультация, даже если это не в сфере эзотерики, даже если это не в сфере здоровья. Если вам не нужен целитель, но вам, например, нужен юрист, то и к юристам хорошо обращаться. 3 декада марта, когда солнце переходит в ваш седьмой дом консультативный. 20 марта день весеннего равноденствия. Когда лучше всего брать консультации уже после 27 марта, я бы так посоветовала. Период с 20 марта по 27 марта больше подходит для заключения любовных каких-то вопросов, решения, для заключения брака. Но так как Луна убывает, и так как, в принципе, я вам говорила, что надо убывать всё со своей жизни, то 20-е, 27 марта просто идеально в этом году для тех, кто хочет развестись. Всё-таки брак я бы здесь не рекомендовала, хотя транзит брачный. Здесь скорее бракоразводный транзит, нежели заключать брак. Хотя, ещё раз повторяю, что и заключать тоже. Но всё-таки здесь более судьба благоволия тем, кто хочет развестись. То есть если вы разведётесь, вы явно станете здоровее, счастливее, богаче. Если вам нужно решать вопросы, вот давно не решала, есть вопросы, связанные с браком, какую-то печать вам когда-то поставили неправильно куда-то о браке, вот эти вопросы можно разрешить. Снять с себя все узы, снять с себя все ограничения того брака, который именно бракованный, чтобы заключить истинный союз. Но всё-таки я вам не рекомендую торопиться в любви. То есть в любви избавляться от проблем и в теле избавляться от проблем. Не спешить с новым. Здесь избавляться от старого в марте, в третью декаду марта. Консультироваться, ходить к консультантам. Опять-таки это может быть вы в ЗАГС идёте, чтобы проконсультироваться. А может быть вы идёте к ведуньи, вещуньи, пророчеству какое-то хотите узнать. Какую-то тайну хотите узнать. Как решить вопрос. Вот у вас такой, запрос у вас такой. Как решить этот вопрос? Как мне от этого избавиться? Я хочу солнца, счастья, но у меня ещё тучи. Как мне тучи убрать? Если образно говорить, вам нужно убрать тучи из вашей жизни. Вы знаете, что за ними солнце? Например, вы знаете, что у вас будет новый брак. Прям чувствуете интуитивно. Но как же мне от этого, от старого избавиться? Для заключения браков по седьмому дому, конечно, уже лучше дождаться новолуния. Когда новолуния будет в седьмом доме, это будет в следующем месяце, в апреле. Поэтому для вас более подходящий для заключения брака уже апрель. Вот в марте избавляйтесь. Вот просто от всего. Капитальное, в том числе очищение дома, естественно, нужно провести. Уборку до 20 марта, до дня весеннего равноденствия, просто идеально. Вот сейчас просто поймите, если вы не знаете, какую цель поставить, если у вас как-то сильно всё мутно в вашем будущем, значит, у вас слишком много хлама в прошлом. Выбросите весь хлам, и тогда вам ничего не нужно будет делать. Вам не нужно будет разводить тучи руками. Они сами разойдутся, и вы увидите своё солнце, своё счастье, свою любовь. Если у вас нет любви, то вам нужно избавиться от чего-то лишнего. По Марсу, по Венере, в пятом доме, возможно, вы в любовном треугольнике, даже о котором не знаете. Ну вот, к сожалению, я сейчас не хочу никого пугать, но ситуация будет разная. Бывает, например, что любовным треугольником проигрывается чей-то ребёнок. Это не факт, что вы мужчина, и у вас как бы две женщины. Нет, может быть, это ваша женщина любимая, но у неё, например, дочка, и вот она ревнует, и вы в любовном треугольнике. Как ни крути, вы в треугольнике. То есть это не... Прошу вас не воспринимать это прямо вот так вот банальщина. Да, там муж, жена, любовник. Нет, то есть смотрите, может быть, у вас любовный треугольник — это вы, свекровь и ваш супруг. Может быть, у вас любовный треугольник — это вы, ваш парень и друг парня, который оказывается в вас влюблён, а вы просто ни сном, ни духом, вы просто вообще думаете, что он какой-то, не знаю, чуть ли не гомосексуалист. То есть вообще не подозреваете, что он в вас влюблён. Вот такие истории могут быть. Проверяйте, да, и как вы можете это проверить? Ну, обращайтесь к людям, тонко знающим. То есть здесь по-любому вы это не выясните напрямую. Нужно залезть в бессознательное, залезть к человеку в сны. Поэтому вам тут скорее торолог поможет. То есть вам скорее торолог скажет, в каком вы треугольнике, нежели сам человек, который этот угол и рисует в вашей жизни. Поэтому не рисуйтесь, обращайтесь к специалистам. Если вы хотите обратиться ко мне лично, посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. Здесь мой телефон, вайбер, ватсап, телеграм. Здесь моя электронная почта. Обращайтесь, я рада буду вам помочь. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал. Конечно же, пишите добрые, светлые комментарии. Обращаться ко мне вы можете с любым вопросом-запросом. Просто, что вас волнует, что вас беспокоит, какой, что вы хотите знать. Не переживайте, если вы не знаете, какой конкретно вам нужен гороскоп. Не переживайте, если вы не понимаете, чего вы хотите. Расскажите, опишите кратко. Я сама определю, какая форма работы и помощи вам необходима. Будьте счастливы. Всего доброго.